По-английски это звучит очень ёмко и кратко. Follow-up. По-русски мне очень понравился пример. Если кто-то видел на моих сайтах или на сайте Бориса, есть у нас такой литовский лидер, Эйдмандас. И он рассказывал так. Посадили сад, мы плоды не собираем завтра. Мы знаем, что нам нужно сад, время, чтобы сад созрел, чтобы плоды, деревья выросли и плоды созрели. А в сетевом маркетинге как? Его фраза просто классическая, как у Жванецкого. А где деньги? Кто-ка пришёл в бизнес, а где деньги? Многие, именно так многие и ожидают, именно этого многие и ожидают от этого бизнеса. Я сегодня включился, я купил продукт, я что-то там пытался сделать, я что-то там где-то прочитал. А где деньги? Посадив деревья, кто-то растит в сад, кто-то садит в зёрнышки. Разницу чувствуете? Вот разница потом будет такая же. Если вы садите единичные зёрнышки, маленькие росточки, у вас будет семечко, у вас будет какое-то растение, которое даст вам какие-то плоды. Но если вы хотите большого успеха, вы должны садить в сад. Потому что какие-то деревья погибнут, какие-то вырастут сильными, вам нужно за ними ухаживать. Но здесь есть очень важный момент. Можно это зёрнышко перелить, так что оно погибнет. Да, ну её. Да. Завоняется. Можно не долить, и оно засохнет. То же самое и с садом. Вы можете переудобрять этот сад, удобрение. Можете его забросить, и он порастёт бурьяном. И что-то там, может быть, из него вырастет, но совсем не то, что вы в нём видели. Это вопрос о этике. Вы должны чётко понимать, как грамотно донести до людей информацию, так, чтобы от вас не отворачивались в будущем. Вы должны слышать и чувствовать, как вы работаете с людьми. Главное правило в этом деле. Всегда назначать следующую встречу или следующий контакт. Никогда не уходите от человека, личная встреча, звонок, телефон. Никогда не оставляйте вопрос по бисшим в воздухе. Вы даёте ему информацию, в руки ли, по имейну ли. Договоритесь с этим человеком, когда вы можете обсудить эту информацию. Никогда не спрашивайте человека, будет ли он делать этот бизнес, или будет он ли покупать этот продукт. Всегда, когда звоните, когда общаетесь, задавайте вопрос. Что тебе нужно ещё, какую информацию ты хотел бы получить, для того, чтобы принять решение на продукт или на бизнес. Когда человек созреет, он сам вам об этом скажет, что я хочу купить или я хочу начать. Если человек об этом не говорит, не наталкивайтесь на лишний отказ. Давайте информацию до тех пор, пока человек не созреет. Есть такая в Израиле дистрибьютор Аня, number one в Израиле, русская. У неё есть такая хорошая тетрадка, куда она заносит, если кто-то смотрел сайт Бориса, она там об этом рассказывала, куда она заносит, составляет список людей, как все мы, и начинает работать этими людьми. И она в этом списке, она говорит, эти люди будут стоять до тех пор, пока они не созреют. То есть она их поливает годами, даёт им какую-то информацию. Когда у вас человек прошёл по всем этапам, что всё, что вы могли, вы ему сказали и дали, и тем не менее он не готов, просто закройте разговор на том, что могу ли я вам раз в месяц предоставлять какую-то информацию и давать знать о том, как у нас идут дела. Ещё никто мне не сказал, что нет. Все говорят, да, 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 мне это интересно, им уже действительно интересно, до чего мы там-то бизнесуемся. Если они не идут бизнес, они просто не верят. Или как бы на продукт тоже им нужна дополнительная информация. Поэтому то, что я не делаю со своей близкой группой, с кем я первый, второй, третий, я по обновлению, с кем я работаю, то, что я не делаю, я не контролирую, как работает дистрибьютор на follow-up. Я вообще не люблю контролировать. Я могу объяснить, рассказать, показать, что человек делает, результат зависит от того, что он делает. Но вот от этого follow-up зависит 80% вашего успеха. Значит, второй пункт. Оставить открытыми двери. Сделать мостик. То есть раз в месяц, раз в полгода, раз в три месяца. Я раньше рассказывала такую историю, но здесь много новых людей, я хотела бы опять её рассказать. Есть у нас такой Билл Льюис. Это наш вице-президент. Кто не знает, может пойти на веб-сайт посмотреть. Этот человек работал раньше в другой компании, на очень высокой должности. Компания Шакли, может, кто-то знает. Значит, под ним была сеть, в одна, не под ним, а под... У неё был семейный бизнес. Отец, бабушка, значит, которые в Шакли были. Не буду долго рассказывать, как он пришёл в Forever, как бы на чеки отца. Первым пришёл отец, показал через год чеки. Месячные чеки были столько, сколько он зарабатывал за год, и это его убедило прийти в Forever. Но у них была бабушка. Бабушка была наиболее успешна в сетевом маркетинге в Шакли. Бабушка ни за что не соглашалась на Forever. Её не убеждали никакие чеки и никакие преимущества маркетингового плана, никакой продукт, абсолютно ничего. Что делал Билл Льюис? Значит, у него есть такое расписание. Людям, которые не созрели, он присылает сначала первых полгода, он каждых шесть месяцев он присылает раз в месяц письмо. Причём раньше он это делал при помощи почты вручную, то есть тогда не было электронных адресов, ещё не так развито это было. Он писал людям письма. Что он писал в этих письмах? О том, как идут дела, и какие-то тестимонировался на продукцию. Очень кратенько. Друг, я тебя информирую, у меня такие-то успехи, у нас столько-то человек, у нас такие-то отзывы. Желаю успехов. Раз в месяц. Первых шесть месяцев можете себе записать. Шесть месяцев. Ежемесячно, каждый месяц. Если человек не отзывался за этот период времени, не приходил к нему в бизнес, он переносил этого человека в другой файл, в другую группу, где он отправлял один раз в три месяца. В три месяца. в течение полугода он слал два раза. Если человек не отзывался, он переносил этого человека в третью группу раз в год, один раз в год. и посылал ему письма, пока этот человек не созрел. Что было с бабушкой? К чему привела его в дом? Вы знаете, что в этом бизнесе вам не нужно много людей. Вам нужно несколько, пять менеджеров активных, это сто тысяч годового дохода. Поэтому не нужно думать, как охватить всех. Если к вам придут нужные, этого будет достаточно. Бабушка отказывалась читать письма. Когда она получала эти письма, она их рвала и бросала в корзинку, намеренно, даже не читая. И вот однажды неоткрытое письмо, ну, лежало в корзинке абсолютно невскрытое письмо, приехал к ней внук и увидел, что лежит в корзине письмо невскрытой почты. Он решил, что она попала туда случайно. Достал эту почту, развернул, там было письмо, прочитал, понял, что это для бабушки и оставил бабушке открытым, развернутую эту страницу. Бабушка ночью встала попить водички, прочитала это письмо, потому что она не понимала, что это, ей пришлось это прочесть, чтобы понять, о чем идет речь. Порвала, выбросила в корзинку, ушла спать, до утра не могла уснуть, вернулась. Склеила. Склеила. Вот вам история из жизни. И действительно, как бы это работает. Приходят люди, когда вы гадами, в этом бизнесе, и вы все еще работаете, приходят те, которых вы вообще не ждете в этом бизнесе. То есть, вам кажется, что человек настолько успешен, или настолько занят, или настолько деловой, или настолько не для этого бизнеса. Я получила звонок три дня назад. Человек мне позвонил, скороговорка выпалил, но она понимает, что я не жду этого звонка. Добрый день, это Вадим, я хочу делать с вами бизнес. Я говорю, так, медленно, еще раз, какой Вадим, кто, почему. Он мне объяснил, какой Вадим. И первый мой вопрос, я просто не подумав, я еще была как бы на эмоциях. Первый вопрос, который я задала, а зачем вам это нужно? То есть, ну я никак не ожидала, что этот человек заинтересуется бизнесом. Ну ладно, продуктом, но никак не бизнесом. Помните все, что я вам сегодня сказала. Это итог, как бы, моей работы. Это такие знания, которые я пытаюсь вжать, и в красивых картинках, смешных, чтобы они у вас отложились в памяти, чтобы вы это не воспринимали просто как методичную информацию, которая скучная. Но действительно, если вы будете об этом помнить, ваш успех гораздо больше вырастет.